Одна восьмая финала Кубка России. Что ж, команды сегодня просто обязаны показать всё, на что способны, и доказать, что достойны выхода в четверть финала. Сегодня ЦСКА встречается с Краснодаром. И смотрим на состав ЦСКА. Классический пример схемы 3-5-2. В этом случае игроки центра поля могут выполнять самые разные функции. Посмотрим на состав Краснодара. Двое центральных полузащитников отвечают за креатив в атаке. А вот третий сдерживает наступление противника. Повес! Опасная подача, но защитник на месте. Шарль Каборе. Жозень. Армейцы в атаке. Совершенно логичное решение. Хорошая скидка партнёров. Красиво сыграно. Как эффектно. И вратарь забирает этот матч. Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? Это может быть опасно. Павел Мамаев. Атака остановлена. Но кто получит мяч? Это Думбия. Мимо бьёт игру. И посмотрите, посмотрите, как он переживает. Сергей Петров. Шарль Каборе. Краснодару сегодня следует сосредоточиться. Нельзя недооценивать команду противника. Что правда, то правда. Команда соперника по опыту и сыгранности не уступает Краснодару. И любая ошибка может стать фатальной. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мячах? Может получиться интересная атака. Защита надёжно играет. Мяч отобран. Легко прошёл он соперника. Неплохой мог получиться навес, если бы не защитил. Мамаев. Успешно навязал борьбу. Теперь придётся побороться ещё раз. И в зону атаки мяч переходит. Нужно выходить вперёд. Бей! И очень близко. Почти попадает. Мог бы сейчас вывести вперёд свою команду. Артур Янджейчик. Как думаешь, чего нам ждать от него сегодня? Ну, посмотри, он и в защите отрабатывает, и атаку активно поддерживает. И действует очень универсально. Главное, чтобы силёнки остались. Мамаев. Мяч в зоне атаки. Грамотный пас. Всё по делу. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Ну, что это за игра защитника, а? Атакующая комбинация ЦСКА. Где же удар? Думбия. И справляется вратарь с этим ударом. И так... Второй тайм одной восьмой финала Кубка России начался. И через некоторое время мы уже будем знать команду, которая продолжит борьбу за кубок в четверть финале. Обе команды примерно равны по силам, но малейший промах может стоить любое из них место в турнире. Юрий Гозинский. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Мало кто умеет так здорово играть в пас. Великолепно. Атака остановлена, но кто получит мяч? Сиду Думбия. Замену готовит тренер гостей. Да, это должно освежить игру. Ну, хотя бы немножко. Владеет мячом команда и выбирает момент для обостряющей передачи. Мяч сыграно. Юрий Гозинский. Сергей Петров. Андреас Гранклист. Краснодар нарушает правила. Будет штрафной. Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Отличный отбор. Но мяч-то кому достанется? Две трети матча сыграно. Последние полчаса игры сборка. А сейчас вперед. Вагнер, Лав. Гол. Они вышли вперед. Правый нижний угол мяч он отправляет. И самое главное, что он пробил не только сильно, но и... Очень важно, что точно. А тренер-хозяев тем временем готовит замер. Игрок уже у кромки поля. Ждет отмашки арбитра. Юрий Гозинский. Павел Мамарин. Юрий Гозинский. Надежно сыграно. Жаль, мяч не у него остался. Пока неплохо. Может продолжать игру. Чисто сыграно. Коборы. Сергей Петров. 20 минут осталось играть. Игорь Акинфеев. Это может быть опасно. Защитника просто не заметил. Перехват мяча. И можно начинать атаку в обратную сторону. Здорово. Выбрал позицию. Прочитал передачу. Совершил перехват. Есть хороший адрес для передачи. И как опасно пробил. Проверка вратаря. Он на месте никуда не ушел. Мяч уходит на угловой. Ну, может со стандарта сравнять получится. Гранквист. Опасный момент. И это была возможность сравнять. Но не точно. Стадион захлебнулся буквально в эмоциях. Непередаваемый накал. Ключевой момент игры сейчас наступает. Да, тут либо пан, либо пропал. Поэтому эмоции и бьют через край. Угловой разыгрывают футболисты ЦСКА. Явный фолл. Это штрафной. Ну, вот, собственно, и все. Удар от ворот. Артур Янджичик. Такими действиями игру не обострить. Какая-то он бьет. И мяч все-таки влетает в ворота. И снова восстановлен статус-кво. Потрясающая развязка. Но еще есть немного времени. Может быть, мы увидим еще один мяч в ворота. Сравнивает счет Краснодар и делает это в концовке матча. Да, если еще чуть-чуть добавят, если еще чуть-чуть прибавят, то еще есть время и выиграть эту встречу. Вперед! После ответного мяча у нас 1-1. Бей и выводи команду вперед! И на месте голкипер. Счет не изменился. По-прежнему ничья. Это сейчас они были близки к голу. И вот потери в центре поля. Атакующая комбинация ЦСКА. Сиду Думбия. Защита надежно играет. Мяч отобран. Команда уже в игре. И арбитр дает свисток к началу первого дополнительного тайма. Думбия. Армейцы атакуют. Отличный отбор. Но мяч-то кому достанется? Дмитрий Торбинский. Атака продолжится через флаг. Часами тренировок наигрывается такая игра в пас. Блестящая. Может получиться интересная атака. Отобран мяч. Надо возвращаться. Дмитрий Торбинский. Павел Мамаев. Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Ну-ка, быстро. Он с мячом. И продолжает накручивать одного за другим соперником. И пробил. И это гол! Это гол ЦСКА! И совершенно необязательно, как мы видим, бить изо всей силы. Действительно, главное сохранять плоднокровие и рассудительность. В итоге мы это и увидели в этом моменте. Команды начинают второй дополнительный тайм. Это последний тайм-матч. Татай первый на мяче. По мнению Ландсмена, вне игры находился нападающий. Но не знаю, мне так не показалось. Головин. Армейцы в атаке. Пол команды обыграл. Александр Головин. И это просто шедевр. Ну, теперь все скажут, какое у тренера чутье. Я думал, что мы увидим напряженную борьбу. Но пока что одна команда полностью доминила. Да, полное превосходство по ударам вообще и по ударам в створ. Надеюсь, нам скоро покажут статисты. Уже 4 гола в этой встрече забито. 3-1 еще. Шарль Каборре. Заканчивается дополнительное время. Осталось играть еще 7 минут. До конца второго добавленного тайма остается 5 минут. И в зону атаки мяч переходит. Ахмет Муса. Острый под. И это удар. И есть! Гол! Правила последних секунд, они не прописаны ни в каких футбольных учебниках. Они подсказаны жизнью. Здесь точно удар не дает сопернику право на отыгрыш. Достойная игра и закономерная победа. Вряд ли с этим кто-то будет сходить. Отлично сыграно. Надо решать. Отличный навес. Дмитрий Торбинский. Тут защита справляется. Потери мяча. Все, матч окончен. Победа.